Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и я хочу представить новый разворот нашего проекта. Михаил Иванов, физик и выпускник нашего университета, выразил желание снимать в нашей команде ролики по физике, и вот первый ролик, который он снял, в нем рассказывается о Человеке-пауке и об одной задаче оценки с этим фильмом связанной. Ну и конечно мы ждем ваших отзывов, я надеюсь что они будут благожелательными, хотя быть может при этом и весьма критическими, ведь это первая попытка и Миша нужно понимать в какую сторону ему и двигаться и как делать свои ролики лучше. Ну а сейчас смотрите то что он сделал. Привет, с вами Миша, сегодня решаем задачи оценки. Задачи где нет ни дано, не найти, есть только оценить, то есть приближенно найти значение какой-то величины. Важной частью таких задач является вот модели, то есть упрощений, пренебрежений, которые конечно влияют на точность значения, но значительно облегчают само решение задачи. Настоящие ученые физики очень часто решают задачи оценки, чтобы на пальцах понять работает их сложная идея или нет. Итак, поехали. Есть прикольный фильм «Человек-паук», где он останавливает поезд своей паутиной. Предлагаю оценить, какое напряжение испытывает паутина, когда тормозит поезд, а потом сравним, как киношная паутина соотносится с реальной паутиной. Механическое напряжение будем искать как отношение силы растяжения к площади паутины. Для начала найдем эту силу, вводим предположение. Из последнего кадра фильма видно, что после остановки колеса поезда не крутятся. Значит, мы можем сказать, что все время торможения поезд двигался по инерции, двигатель не работал. Далее нам важно упростить сам процесс торможения паутины поезда. В начале эпизода видно, что паутина расположена веером и тянет поезд не только назад, но и вбок. Это считать гораздо сложнее, чем когда паутина тянет строго назад. Однако видно, что веером паутина расположена всего лишь пять секунд, тогда как назад она тянет целых пятьдесят секунд, величину на порядок больше. Поэтому пренебрежем начальным эпизодом и введем наше второе предположение, что в течение всего времени торможения паутина тянет поезд строго назад. Теперь разберемся с силой растяжения паутины. Из школьного курса физики известно, что сила на натяжение линейно растет при удлинении. Это называется закон Гука. Однако данный закон работает только для малых деформаций. У нас же в эпизоде паутина растягивается в десятки раз. Закон Гука точно не работает. Качественно рассмотрим, как выглядит типичный график зависимости силы растяжения от удлинения для таких материалов, как паутина, шелк или резина. Мы видим, что при малых удлинениях сила растет линейно. Это как раз та область, где работает закон Гука. Далее угол наклона графика изменяется и график заканчивается там, где материал рвется. В нашем эпизоде паутина растянулась десятки раз и в конце не порвалась. И мы точно не знаем формулу для зависимости силы растяжения от удлинения для паутины. Поэтому будем считать, что сила растяжения паутины постоянно на протяжении всего торможения. Теперь у нас есть все, чтобы начать расчет силы. Обозначим за f силу натяжения пучка паутины в одной руке героя. Тогда поезд тормозит сила 2f. Запишем второй закон Ньютона через изменение импульса силы. Нам понадобится масса поезда, время торможения и значение начальной скорости. Массу поезда легко найдем в интернете, для вагона нью-йоркского метро. Она составляет примерно 40 тонн. Значение начальной скорости знаем из конкретного кадра фильма, когда доктор Осминог вырвал пульт управления. А время торможения мы знаем по эпизоду. Теперь, подставив все числа в нашу формулу, получаем значение для силы, равное 15 кН. Для расчета напряжения нужно знать площадь пучка. Оценим диаметр примерно с палец, пусть это будет один сантиметр. Тогда значение напряжения получается 2 на 10,8 ньютон делить на метр квадратный. Итак, искомая оценка получена. Осталось сравнить ее с реальной паутиной. Есть свежая научная статья 2020 года, в которой ученые исследовали свойства реальной паутины. И там значение напряжения примерно 5 на 10,9 ньютон делить на метр квадратный. Так что ж получается, что наша оценка достаточно близка к реальной. Отличается всего лишь на один порядок. Но с учетом введенных упрощений, это можно считать хорошим результатом. Можно подумать, что настоящая паутина смогла бы остановить поезд и паутина, показанная в кино, близка к настоящей. Однако это не совсем так. В указанной таблице из статьи есть значение растяжения, при которой паутина рвется. И оно составляет всего лишь 50%. Однако у нас паутина растягивается в десятки раз. То есть растяжение составляет тысячи процентов. То есть паутина могла выдержать такое напряжение, однако точно не сможет растянуться на такое значение. То есть в реальности паутина или порвалась, или остановила бы поезд за гораздо меньшее время. Но это совсем другая задача. А вам предлагаю оценить, какое время понадобится реальному пауку, чтобы сделать количество паутины, представленное в данном ролике. Пишите в комментариях, по каким эпизодам из ваших любимых фильмов вы бы хотели увидеть задачу-оценку на нашем канале. Удачи!